Всех приветствую! Итак, начнем с того, что акции вчера полетели, и все полетело. В общем, вчера вообще все прогнозы куда нужно. Давайте смотреть подробнее. Еще сразу скажу, что разморозил я счет, начал торговать понемножку. Опять же, долгосрочные торги не получились. То есть, суть в том, что я торгую, как бы, двадцатка тут была, наторговал вчера вот такие вот копейки. Ну, там, как бы, это, в своей технике. То есть, суть в том, что я пока сейчас делаю ему подушку безопасности по прибыли, там, пол, две-три тысячи обычно делаю. На нее уже буду брать риск, уже долгосрок сидеть. То есть, чтобы быстро сделать деньги, нужно много-много мелких трейдов. У меня такая техника, соответственно, вот, все трейды в плюс. Ну, там, этот фунт немножко я не вовремя закрыл. Ночью просто проснулся, смотрю, он подешевел, и я не вовремя зашел. В общем, давайте сейчас смотреть, что и как. Вообще, вот эти трейды разбирать, наверное, не буду. Но, если нормальные трейды, я их буду обязательно говорить, что как, где сидеть. И они обязательно будут вот здесь. То есть, чтобы не было просто претензий, что ты, там, это, торговать не умеешь, все сливаешь. Вот вы сразу будете видеть, что нормальный трейд здесь висит. Ненормальный я обычно крою. Вообще, давайте тогда вернемся к тому, что было вчера. Счет, в общем, вы видите. Пока что не буду про него смотреть. Если там что-то интересное будет, я обязательно буду показывать. Активы, вот, я показал. Это все валюты. Доллары, рубль, евро, рубль. Насдак, СНП. Две нефти. Золото, серебро. Биткоин, эфир. Чисто так, для вида. Просто потому, что, ну, не люблю их торговать, честно говоря. Ну, посмотрим. Теслу я тоже торгую на другом брокере. И здесь у нас еще газ есть. Ну, газ я не торговал, но надо посмотреть. Интересный актив тоже. В общем, вот такие вот дела. Давайте вернемся тогда к прогнозам. Что вчера было. Ну, во-первых, в ФРС опять ничего не наговорили. То есть, суть в том, что у нас здесь получилось все-таки вот этот вариант. Но заброс был настолько маленький, что практически его и незаметно было. И в итоге вот мы полетели вниз. Здесь прошел у нас такая коррекционная модель. И здесь тоже. И что я могу тут сказать? Да как было, два варианта так и есть. То есть, суть в том, что если сейчас мы отскочим тройкой, то мы полетим в днище убивать все. А если совсем мало отскочим, то вполне возможно, что будет что-нибудь такое. Сейчас перерисую. То есть, просто непонятно, это третья волна закончилась или это все. Конец импульса или зигзага. Первый вариант, что у нас просто будет такой небольшой отскок. Пойдем так и вот так. Потом вниз. Второй вариант, что будет большой отскок. Потом пойдем вниз. Поэтому варианта вот сюда, вот прямо отсюда сходить практически нет. Соответственно, от этого надо отталкиваться, что у нас все-таки пошло падение. Вернее, он есть сюда, но такой слабый. Поэтому давайте смотреть. Надо смотреть будет просто какой отскок дадут акции. То же самое NASDAQ. Вот мы как минимум вот этот зигзаг дали. Просто вот это вот очень трудно размечать. Что это такое? Похоже, что это просто три закончилось. То же самое там не буду даже перерисовывать, как и на S&P. Соответственно, что у нас еще полетело на этом деле, это, конечно, золото. Золото точно сходило как надо. Опять же говорилось, что стопы сюда ставить опасно. Надо ставить сюда. И вот и все. И сработало. А теперь золото на развилке. По идее, оно упало коррекционно. Довольно коррекционно. И такое чувство, что оно может прямо отсюда вверх сходить. Но есть вариант, что двойной зигзаг и не хватает еще одного захода вниз. Короче говоря, оставлять не буду. Вот все, как нарисовал, так и есть. Соответственно, ну кто рисковый, можно покупать вот это дело все. И ставить стоп сюда. Если вдруг вот эту трендовую пробьют, то можно уже паниковать. Если эту пробьют, то все. Ну там уже стопы зацепят, если эту пробьют. Поэтому, ну, вроде как тут лонг. Но суть в том, что непонятно, что это такое наверняка. И чтобы разобраться с золотом, надо смотреть еврику. А еврик у нас пробил днище все. То есть он шел вниз. И что это такое? Давайте думать, здесь был зигзаг, здесь был зигзаг, здесь был зигзаг. Что это такое? Ну это либо двойной зигзаг, и мы вообще вот туда вот улетим. Но это тогда нужно акции на хай пинать. А такого варианта практически не вижу. А второй вариант, что нет, это не зигзаг, а это конечная диагональ во флете в С. То есть здесь было 3, и здесь было 3. Или даже тут иначе нужно размечать как-то. А нет, наверное, тут отсюда можно 3, 3, 5. То есть у нас здесь А, у нас здесь Б, и здесь еще не хватает С. То есть это будет туда, и это будет сюда. И когда мы вот такое увидим, могут даже по стопорям вот этим проехать, то оно вот туда полетит. Прям вот точно-точно полетит. Почему? Потому что вот таких фигур практически не падаем. Мы никогда. Если сейчас реально сильно выкупят, то это никакие не 1-2, а 1-2. То есть вариант вниз вот такой вот, что я рисовал, он практически под сомнением. Я тут коряво так рисую. На самом деле со временем я буду делать покрасивше все это дело. Не удивляйтесь, что так если наспех делаю, просто я экономлю свое время. Вы сами видите, пока я тут сижу, рынок ходит, я не торгую, а у меня по 30 трейдов в день. Поэтому я очень всегда спешу и так тороплюсь. Если будет там как бы монетизация вот этого всего, то да. Ну или есть вариант вообще это не делать. Но наоборот я решил больше внимания этому удивлять, поэтому посмотрим, что получится. Короче, по еврику вот такие варианты. Ну вариант вверх сомнительный, вариант вниз сомнительный. То есть вот сразу их перечеркиваю. Вот этот самый основной. И с акцией он как-то стыкуется. Очень даже неплохо стыкуется. То есть в том, что по акциям тоже это всего лишь коррекция, скорее всего. То есть мы, если даже дно и выбьем, то это будет такой коррекционный, такой вот здесь треугольник. Коррекционная модель такая. А треугольник где бывает? Ну либо в четвертых волнах, ну для четвертой волны это слишком большая штука. Либо это волна Б, и получается, что тут А, где-то, ну вот наверное здесь, это Б и будет С, а что это значит? Вот туда. И поэтому вот, вот тут можно отторговать. То есть грубо говоря, все, что будет тут падать, а куда падать? Ну вот сюда, вот сюда наверное куда-то может улететь. То все это надо будет откупать потом. Но это будет сильное движение вниз, по идее. Поэтому вот здесь вот лонговать опасно, скажем так. Но кто его знает, может быть маленькая цель пройдет. Ну короче, надо будет по еврику смотреть. Сейчас пока он вот растет, акции скорее всего падать не будут. А вот когда еврик пойдет на 1.17, вот тогда да. Вот такая вот основная сейчас идея. Что еще за падение? Это то, что нефть все-таки вниз. Но здесь у нас, ну да, такой отскок. Короче говоря, нефть прямо отсюда может политься. То есть у нее была цель вот сюда сходить, она сходила. Ну соответственно, мы можем сильно упасть. Соответственно и по акциям там легко можем кататься. Ну нефть, честно говоря, так это сказать, вчера не вообще не смотрела на эти ФРС, на эти доллары, на эти ралли. Она как шла вверх, так и идет. То есть только вот сейчас вот на обвале ночном она немножко скорректировалась. То же самое и биткоин. И вообще пофигу на все, что там происходит. Но как видите, он идет четко по плану. И вот здесь вроде как похоже на заходной. И по правде говоря, остаются два варианта. Что мы отскочим, пойдем дальше вниз, прям сильно вниз. А второй вариант, что это просто коррекция, и пойдем аж туда. Это если золото потащат вверх, и акции потащат вверх. Поэтому вот честно скажу, такой вариант есть. Но коррекцию это на 10700, наверное, мы дадим. Я там набрал небольшой шорт, ну пусть повисит. Ну посмотрим, если что, закрою, если увижу тройку. То есть вот такие вот сейчас два варианта остались. Сложно сказать, куда пойдет. Еще раз вчера там написали очень умные люди, что что ты все время говоришь, то ли вверх, то ли вниз. Но если рынок ходит всегда, то ли вверх, то ли вниз. Но опять же узнать, а как вверх, а как вниз. И когда будут условия выполнения для похода вверх, и условия для выполнения похода вниз. Вниз мы пойдем точно, когда пробьем вот эту вершину 10500. То есть если будет вот этот пробой, то это никуда и не вверх однозначно. И мы пойдем там на 9500, 9200. Вот так вот можно это все отфильтровать. А если будет совсем такой маленький, такой заходик вниз и прям сразу выкупать начнут. Но это не шорт, скажем так. Вот так это можно отторговать. И тем более, что по эфиру, видите, мы все-таки подтверждаем то, что у нас тут такой большущий А, Б, С, Д, Е треугольничек какой-нибудь такой. Опять же не знаю, как его разметят, просто днище пробили. Такого быть не должно. То есть можно, наверное, вот так А, Б, С, Д, Е и вниз его разметить. Но опять же, треугольники вот здесь не могут выстреливать. Путают, короче говоря, это все дело. Может быть я не с того момента считаю его. Но суть в том, что эфир-то вот сюда идет на 291. И когда он выбьет этот хай, это точно не лонг. Вот так скажем. То есть пока вот такая идея здесь. Поэтому возможно на этом отскоке в беточка эфир или хай обновит. Так, что еще? Так, всякие рубли не буду смотреть, там ничего интересного. Так, так, давайте фунта. Фунт вчера поломал прогноз. Единственный из всех, которые я не предсказал. Но опять же потом сел подумал, а почему бы это? Не было бы чего-нибудь такое треугольное, например, здесь. Им оттуда вылетели вверх. И оно так и произошло. Соответственно, ну кто там трейды видел у меня на счету. Я просто здесь усреднял, потом нападение все закрыл. И в итоге у меня никаких потерь здесь нет. Но профит небольшой, скажем так. А мог бы быть большой, просто если бы я купил вот на этот треугольник. Так, и что это такое у нас прошло? Это похоже на зигзаг такой. С треугольником внутри. И что это означает? Хотя вот здесь вот очень странно. Это тоже тут зигзаг. Это, возможно, двойной зигзаг такой интересный. Давайте я сейчас перерисую просто по фунту. Реально сейчас можете меня не слушать. Тут реально может пойти куда угодно. Но мы упали тройкой. Это вот сюда. Получится, что это W. Это X. Это Y. И это вот туда, вот туда полетит. То есть, не знаю, как это с евро состыковать, который на хай пойдет. Вот это пока так видится. То есть, не знаю. Может быть реально по евро может быть сливчик. По акциям тоже сильный сливчик. Поэтому вот здесь шорт. Вот она четвертая волна. И мы ее должны затестить. Может быть с бремя даже. То есть, там 30-50 могут уйти легко. Поэтому там буду перезаходить шорт. Такая идея по фунту. Опять же, это нужно искать подтверждение. Там, как и на биткоине. То есть, нужно упасть, дать коррекцию. Но опять же, смотрим, какие тут коррекции. Фунт, коррекция. Он не знает, что такое коррекция. Поэтому, если сильно пойдем вниз. Вот отсюда, из этой зоны. Прям сильно. То это шорт. Можно прям по рынку фигачить. Оно не выкопится никогда, наверное. Но опять же, нужно с евро стыковать. Что еще интересного. Вот реально хороший трейд. Могу посоветовать эту иену. Потому что очень высокая вероятность того, что мы пойдем вверх. Но стоп сюда, конечно, можно ставить. Но там, скажем так, подальше от этого дна могут зацепить. То есть, вообще, на самом деле, очень это похоже, что здесь был импульс. И здесь импульс. И вроде как мы его дорисовываем. Это означает, что иена может даже здесь и не сбить стопы и улететь сильно вверх. Вот сюда. Не знаю на чем, не знаю как. Но вот реально она смотрит туда. Опять же, покупаем здесь. Покупаем здесь. Не забываем, что стопа здесь лучше не ставить. Так, что еще по франку. Вот она развилка. Минимальную цель пробоя вот этой ерундовины мы сделали. Теперь, то ли вверх, то ли вниз. Что это такое у нас? Здесь тройка прошла. Либо это четвертая волна. Это так идет, выходные такие. Это два можно дорисовать. Это один можно дорисовать. Либо это конечная диагональ тут дорисовывается. Это А, Б, Ц. Но франк скорее сходит сюда, нежели чем куда-то вверх. Но если франк 0,1-2 убивает, то это лонг. Пока такая идея. Очень трудно вот это все размечать. Это можно как начальную диагональ разметить. Очень корявую. Но вполне возможно, что этот вверх пошел. То есть, как было два варианта, так и есть. Но я все-таки за низ. Так, по Канаде. Канада все-таки смогла вылететь вверх из треугольника. Здесь очень корявая фигура была. Ну, я посмотрел, тут у нас треугольничек такой. Здесь волна Е была вчера. И Канада вот сюда может улететь. Пока так. После этого будет сильная коррекция. И это будет все импульс корявый такой. Это очень плохая разметка, конечно. Но кроме такого ничего не придумать. Честно говоря, вот это будет импульс. Это будет один. Это будет два. И туда. Опять же, все это вот этому верить нельзя. Так что тут тоже не сильно слушайте. Но Канада выше пойдет. Австралия. Ну вот, вчера отработал вот этот зигзаг. Корявый очень такой был. Либо это была начальная диагональ такая. Здесь, честно говоря, я не смотрел. Там отторговал. Это микродвижение взял. Я вообще вчера на ФРСе позакрывал все хорошие позы. Если бы я их просто держал до ночи, было бы гораздо лучше. Но, вы сами видите, там было непредсказуемо. Такое там, если посмотреть еврики, вот эти вертолеты. Вверх-вниз там летало. Было жуткое нечто. Я думал, решил не портить новенький счет. Надо, говорю, подушку безопасности набить, чтобы не было просадок на счете. Было бы красивее все. Я всегда так делаю. Всегда так получается. Так. Ну, это может вверх пойти, потому что мы упали-то коррекционно. Но, опять же, куда это может коррекция пройти? Да куда угодно. Но суть в том, что вот есть два варианта. Так и вот так. А второй вариант, что никуда вот так и не будет. Мы пойдем вот туда. Точно так же, как на евро. Всякая возможность здесь. Могут еще допередить здесь коррекцию. Но вот такие варианты есть. Потому что вот это, ну, ну, это не знаю, что это такое. Здесь похоже больше на коррекцию. Здесь тоже какая-то коррекция. Поэтому могут даже вот сюда свозить, а потом вверх пойти. Такой вариант тоже добавлю. Ну, в Зеландии аналогично. Упали мы, ну, упали-то зигзагом. Это вверх. Потом вниз. Не знаю, вот реально такое видится. Может быть двойной зигзаг здесь. Либо треугольник здесь могут нарисовать. То есть тут могут пилить как угодно. А поэтому вот сейчас особо торговать и нечего. Сейчас нормальный трейд это ждать акций повыше. Чтоб шортить. И покупать иену. Опять же, иену понемножку покупать. С учетом того, что 104 это можем увидеть. Вот так вот. Кто смелый, можно покупать золото и серебро. Ставить топ-заднище прошлое. И вроде как все. Чисто на удачу. Можно пробовать шортить в беточек. Но что-то как-то, честно говоря, золото-то вниз не выглядит. Ну, посмотрим. И рубль. У нас как перил, так и пилят. И рубль смотрит вниз. Вариант вверх есть, но он такой запасной. Евро рубль тоже самое. Смотрит вниз. Но с другой стороны, видите, мы тут вроде как такую минималочку-то дали. Коррекционное что-то такое. Поэтому если еврик вернется сюда, то возможно, что это и вверх пойдет. Поэтому вот этот вариант тоже есть. Вот так вот. А что еще вчера плохого? Это то, что евро фунт вернули все-таки в зону четвертой волны. Я, честно говоря, думал, что она будет не такая большая. Аж здесь вот начал покупать. Думаю, сейчас вот дорисуют, туда сходят. Нет, везли сюда. Но у меня стоп вот здесь за днищем стоит как бы. По идее, это вернуть вверх. Вот туда. Но вот отсюда. То есть, соответственно, фунт там могут слить. В отличие от евро, прям очень сильно слить. Возможно, что его опять забьют новостями. Поэтому, еще раз повторю, шорт по фунту из этой зоны. 30, 30, 30, 50 вполне актуален, скажем так. Но опять же, заранее шортить и лучше не шортить. Всякое может быть, могут и выше увезти, и потом вниз пойти. Поэтому нужно подтверждение ожидать. Вот типа как вот здесь вот упало, то можно тогда залетать. Когда видны были продажи нормальные. В общем, такие пока идеи. И нужен еще ваш совет по счету. Как же мне торговать? То есть, судя в том, что я могу по-разному торговать. Могу, говорю, вот такие короткие трейды делать. Но вам от них толку никакого. Просто это показатель того, что я зарабатываю. А думаю, вообще сделать два типа трейдов. Один такие фановые, на маленький объем. Чисто для денег. А вторые, такие для ютуба, такие, как сказать, жирные, долгие. Думаю, вот это будет всем приятно. То есть, если будет хороший трейд, я его буду озвучивать, показывать, что вот он у меня открыт, вот там стоп, вот там take profit. Примерно такие ожидания. Если я его закрою там по каким-то другим сигналам, то тоже буду это говорить. А всякую мелочь говорить не буду, потому что бывает такое, как вчера, когда там рынок колбасит вверх-вниз, там 30 пунктов вверх, 30 пунктов вниз. А ты сидишь и ждешь. Но это глупо, когда можно, грубо говоря, шортить любой отскок и закрывать там любой профит. И так три раза повторить, и вот заработаешь в три раза больше, чем просто сидеть. Поэтому всякое бывает на рынке, и техники бывают разные. Поэтому, думаю, комбинировать здесь как бы и свою технику, и долгосрок. Вот такие пока здесь идеи. И до следующей встречи. Если будут какие-то замечания по тому, как вообще показывать торговлю, я могу, в принципе, просто как делать. Я могу сделать такой примитивный теханализ, рисовать всякие линии, там, всякие волны. Сказать, что есть такое ожидание. То есть не буду просто вот так очень быстро и суматошно все это делать. Но это же труд целый. Я, на самом деле, все это в голове держу. И рисовать это все, вот каждый актив, при том, что это может перерисовываться там раз в день. И есть разные варианты по волнам, там, два, три, четыре варианта. И все это на один график запихать. Сами представляете, какой это труд. А я вам это даю просто так бесплатно и очень сжато. Такого на итоге практически никто и не делает. Еще и реальную торговлю тут запиливаю. И в итоге нужна какая-то благодарность, скажем так, за такое, что я буду тут трудиться. Поэтому, возможно, сделаю что-нибудь такое, закрытую группу, как я уже раньше делал. Но там был немножко другой формат. Сейчас все-таки сделаю, как я хотел год назад. Надо, наверное, так всех устроить. А да, еще извиняюсь за звук. Бывает такое, что звук очень плохой. Тут ничего не могу сделать. Это какая-то софтверная проблема. Винды с моим микрофоном, я что не делаю, ничего не помогает. Поэтому иногда звук бывает глухой, как из унитаза. Но ничего с этим не сделать. Я делаю все с первого дубля и перезаписываю целое видео по 10-15 минут. Просто из-за того, что звук плохо записался, я не буду. Извиняйте, но это бесплатный контент. Поэтому уж как есть, так и есть. Так что на этом все. До следующей встречи.